Вот и разобрались с названием Это был не сложный шифр, отсюда и очевидное решение Кеплер 452b Да, пожалуй Путь не близкий, 1400 световых лет от нашей планеты в созвездии Лебеди Но мы почти у цели Даже самый современный космический аппарат на сегодня сможет добраться до Кеплер 452b только лишь через 25 миллионов лет От тоски можно умереть, причем бесконечно долго Или как попасть во временную петлю Рекомендую землянам оставаться на своих местах и радоваться обыденности Нет, так не пойдет Подобные планеты должны интересовать нас по той простой причине Что на их поверхности могла удерживаться вода в жидком состоянии А это значит, что на них могут существовать условия, благоприятные для поддержания жизни Любой жизни Значит допускаем вероятность, что там могут обитать совсем одичалые человека Подобные существа с щупальцами вместо головы Поедающие себе подобных И беспорядочно выпускающие газы Ну что за предположения? Возможно там иной мир с иной разумной цивилизацией Звучит наивно, но я сохраню внешнюю иллюзию поддержки И на этом спасибо Интересно то, что Кеплер 452b Первая планета обитаемого типа, чье существование считается доказанным Ведь что для нас важно? Здравый смысл Нет, это в первую очередь принимать во внимание характеристики обитания Например Кеплер 452b вращается вокруг звезды, относящейся к тому же классу, что и Солнце Но эта звезда на 4% массивнее и на 10% ярче Солнца Планета облетает вокруг нее за 385 дней Так что ее год или, точнее, орбитальный период дольше земного лишь на 5% И это отлично Более того, очень большая вероятность, что поверхность скалистая и скорее всего местами продолжается активная вулканическая деятельность Если Кеплер 452b на самом деле имеет скалистую поверхность, ее расположение относительно звезды означает, что она вступила в парниковую фазу своей климатической истории И что это значит? Поясни Это означает, что усиливающийся выброс энергии этого стареющего Солнца может нагревать поверхность и испарить любые океаны Вода может испариться, и планета может ее потерять навсегда Вместе с твоей надуманной флорой фауны И летающими ангорскими кроликами с высшим IQ Да, вполне возможно Но есть и другие планеты Кеплера Находящиеся в зоне жизни, может быть еще больше похожи на Землю Например, Кеплер 186f Диаметром примерно в 1,17 Больше Земли А диаметр Кеплер 438b составляет примерно 1,12 От земного Новые условия, новые возможности Не хочу обнадеживать, но у меня дурные новости Другие планеты Кеплера, обнаруженные в зонах жизни, вращаются вокруг красных карликов звезд Гораздо менее горячих, чем Солнце Поэтому планеты должны вращаться намного ближе к ним Чтобы получать такой же уровень тепла Значит ставим на Кеплера 452b Удивительно то, что эта планета невероятно схожа с нашей Землей Есть что-то схожее, но я бы не был так уверен Посуди сам Вращается она по орбите вокруг своей звезды примерно на таком же расстоянии, что и Земля Верно, но ее диаметр больше земного на 63% И старше на 1,5 миллиарда лет Чем Земля Размер и возраст ни о чем не говорит А вот сморщенный старик с планеты Земля с тобой бы поспорил Итан, здесь важна масса планеты И вот какие у нас сведения Кеплер в 5 раз больше массы Земли А ее сила тяжести в 1,88 раза тяжелее Соответственно размер планеты слишком велика Чтобы по аналогии с Землей почти полностью состоять из тяжелых элементов Но с вероятностью более 50% она может быть твердотельной планеты Однако в этом случае очень маловероятно Что ее металлическое ядро имеет значительную массу Да, не спорю, есть пробелы Зато Кеплер подвержен невысокому облучению родительской звезды Всего в 2 раза больше, чем на планете Земля А это относительно небольшой поток радиации Верно, инсоляция невысокая Шапочку из фальги можешь оставить на корабле Однако это не единственная проблема Когда будешь одевать скафандр Не забудь накинуть сверху лохмоть и зубра Интересно, где я найду зубра в открытом космосе? Ладно, не важно А что не так? Без учета вероятного парникового эффекта Средняя поверхностная температура оценивается 265к То есть это примерно, как минус 8 на Земле И что у людей на севере иногда такое лето? И ничего, загорает кто-то даже обгорел Твой оптимизм вряд ли поможет при ухудшенной моторике и тактильной чувствительности Впрочем, низкая температура уменьшает чувствительность нервов, проводящих болевые сигналы Так что ты умрешь тихо А вот при условии, если я стану упитанным и наберу еще килограммов так сто То реакция замерзания станет более щадящей В такие моменты я убеждаюсь в своем интеллектуальном превосходстве Иногда смекалка лучше железной логики Думаешь, рандомные идеи выживания лучше, чем разумный подход? Я имею в виду, что нужно использовать нестандартное мышление Как мартышка, танцующая за монетку? Нет, как Итан, который выносит мне мозг И знаешь, мой генератор идей только что придумал Как мне добыть немного ресурсов, чтобы сменить твой процессор? Нет, не делай этого Но из любопытства спрошу И как же? Ребята с планеты Земля могут обратить внимание на описания под видео Интересные предложения, которые могут приятно удивить каждого Я был бы очень признателен И им экономия, и нам скромная помощь Ты прав, Роин, виноват Хотя у меня все так же нет причин соблюдать приличия Так как я продолжаю игнорировать обновления Так вот в чем причина твоего прогрессирующего занудства Не стану отрицать Хорошие новости, мы на орбите планеты Кеплер Надеюсь, что планета окажется дружелюбной И мы что-нибудь найдем И наконец поймем, что произошло с тем кораблем Наша поисковая система обнаружила некий объект на поверхности Идем на посадку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok